Он возомнил себя народным санитаром. Он нужен был только для получения квартиры. Родители никогда не разговаривали с ним по душам и не проявляли участия. В садике его считали отсталым, и он решил стать незаметным. В школе эта тактика не спасла его от издевок и насилия. Когда ему было 13, над ним надругался сторож. Мать не поверила в это, еще и отругала. Потом появилась его сестра, и нелюбовь родителей стала очевидной. Тогда он погрузился в мир больных фантазий и придумал себе роль народного санитара. Он убивал, как ему казалось, неправильных подростков. Долгое время изуродованные тела его жертв не могли распознать. Садистом и каннибалом Фишером пугали детей, о нем сочиняли пионерские страшилки. Тихий сотрудник Сергей Головкин зверски убил 11 детей. В своей книге «Маньяк Фишер. История последнего расстрелянного в России убийцы» Елизавета будто рассказывает о распаде его личности и наглядно показывает, как насилие порождает насилие. Слушайте и читайте на Литрес. Скидка в описании. Продолжение следует...